Слушайте Радио Болтком. Риттенберг заявил о том, что Министерство экономики готовит проект предложений на следующее заседание Кабинета министров во вторник об открытии уже всех магазинов с соблюдением соответствующих мер эпидемиологической безопасности. Как вы к этому относитесь, поскольку мы понимаем, что уже почти три месяца все эти жесткие ограничения действуют, наверное, всему есть свой предел? Да, ну, я поддерживаю то, что министр экономики предлагает, и два аспекта здесь очень важны. Во-первых, если мы смотрим на цифры, тогда эти жесткие отягощения, которые мы сейчас три месяца уже чувствуем, они как бы в цифрах ничего не меняют особенно. Если мы смотрим на сам принцип, тогда принцип говорит, что самое главное соблюдать два метра и так далее. Если в этом плане есть все магазины, которые открыты и соблюдается дистанционность между людьми и покупателями, тогда, конечно, здесь возможно соблюдать все эпидемиологические условия. Люди не будут толпиться, поскольку все открыто, все возможно, все возможно купить. И в этом плане, значит, и возможность работать с магазином будет, и, во-вторых, люди смогут не толпясь купить себе нужные вещи. Ну, будем тоже честны, да, уже много что у людей надо купить, и хозяйственные всякие вещи и так далее. Так что я думаю, что это очень положительно. Конечно, эпидемиологи немножко как бы хотят это все ставить жестче, но в любом случае, я думаю, что этот вопрос надо решать и уже магазины открывать. Я почему спрашиваю, вдогонку буквально к тому, что заявил господин Виттенбекс, министр здоровья Даниэл Спавлет заявил о том, что вот это безответственное предложение, и мы сейчас еще не готовы и не можем даже об этом говорить. Вот, и он призвал правительство говорить на одном языке, хотя очевидно, что разногласия существуют. Как вам кажется, чем это все закончится? Есть ли возможность у Министерства экономики, ну, как-то отстоять свою позицию? Да, конечно, есть возможность отстоять. Ну, Даниэл Спавлет, министр здравоохранения. Ну, что же он другое мог сказать? Да, конечно, ему, с одной стороны, надо, чтобы все было бы закрыто, и, ну, как бы эти цифры не росли. С другой стороны, мы же видим, как психологически это действует на наших граждан. Люди хотят купить те вещи, которые им уже требуются, не только просто нужные, можно купить, можно не покупать, но уже требуются. Во-вторых, если мы смотрим тоже на ту массу людей, которые работали в соответствующих отраслях, они тоже уже хотят работать, кормить свои семьи, получать заработок. И самое главное, опять же, возвращаемся к тем цифрам, которые мы сейчас видим. Они, наоборот, они стоят сейчас, и будем честны, да, люди все-таки встречаются, к прихомахерам идут, к, ну, то есть, манекирам тоже, к сожалению. Это все происходит просто в теневой экономике, и свой результат это особенно не дает. Потому если мы закрываем глаза на действительность и говорим, что, ну, закрываем, закрываем, и все, да. Но с другой стороны, мы же понимаем, что люди все-таки пытаются как-то жить своей жизнью, и, между прочим, люди же тоже действуют небезответственно. Каждый за свое здоровье, как бы, ну, смотрит, да, с кем встречается, с кем не встречаться, да. И вот в этом плане я думаю, что решение и предложение министра экономики Янаса Виттенбергса я полностью поддерживаю. И в наших социальных сетях, когда мы тоже, вот я считаю, что люди пишут, они уже хотят купить какие-то вещи. Бизнес малый тоже говорит, ну, нам какие-то деньги надо, у нас семьи есть и так далее. И, ну, здесь этот психологический аспект тоже надо брать во внимание, поскольку здоровье состоит не только от коронавируса, да, но и от тоже психологических таких аспектов, которые, конечно, мы все здесь чувствуем. Да, вот тоже очень важный момент, ведь мы понимаем, что есть какой-то, ну, скажем, предел, сколько экономика может, ну, не работать или не работать в полную силу. Все-таки мы не Германия, у нас такого большого запаса ни ресурсов, я имею в виду финансовых, ни промышленных ресурсов, да. Поэтому, видимо, есть тоже какой-то предел. Ну, вы совершенно правильно отметили, поскольку мы же сейчас живем на каких-то средствах, которые у людей, ну, может быть, накопились, да. И мы понимаем, что эти средства никакие там не астрономические, люди все-таки должны уже зарабатывать деньги. Если мы смотрим на другие страны, тогда, например, на Эстонию, там все-таки и прихмахеры сейчас могут работать, и в кафе можно идти. То есть соблюдая все эпидемиологические аспекты, ну, тогда мы немножко здесь как бы делаем себе сами отягощение, но попадаем в темно-красную, как бы, эту окраску, да, где здесь есть четыре, зеленый, желтый, красный, темно-красный. Мы сейчас в темно-красном. Значит, те решения, которые были, ну, я скажу, довольно хаотичные, они все-таки свою цель не достигли, и в этом плане все-таки надо их пересматривать. И в этом плане, я думаю, что министр экономики очень правильно сейчас в этом моменте предлагает выйти из настолько жестких отягощений и предложить обществу, то есть соблюдать эпидемиологию, но все-таки открыть нашу экономику. Я, как народно-хозяйственную комиссию, мы тоже рассматривали эти вопросы, и считаем, что надо все-таки уже действовать таким образом, что постепенно открывать все возможности людям зарабатывать денежку. Во всей этой вот череде каких-то негативных событий, естественно, связанных с пандемией, была одна позитивная новость, я помню, что в социальных сетях тоже на нее отреагировали, это то, что все-таки Риге дали возможность проводить чемпионат мира по хоккею полностью, фактически с самого начала и до финала, но вопрос зрителями не решен, то есть, скорее всего, зрителей не будет, возникает вопрос, что же это такое за чемпионат мира, на котором вообще не будет присутствовать зрители. Ну да, тоже здесь как бы радость и беда, да. В этом плане я хотел бы сказать, что мы должны понять, если сейчас мы получаем право организовать чемпионат по хоккею, и это право у нас сейчас есть, значит, в ближайшие 15 лет такого права, извините, наверняка уже не будет. Пандемия когда-то будет завершаться, и мы будем возвращаться назад к нормальной жизни, но в любом случае тогда мы поймем то, что в какой-то момент уже, к сожалению, мы будем как бы уже ждать 15 лет уже чемпионат в Латвии со зрителями. Сейчас мы будем его проводить без зрителей. Это хотя еще не решено, поскольку если цифры будут падать, все-таки соблюдая опять же все эти эпидемиологические аспекты, тоже можно было бы провести со зрителем, поскольку тоже появляется вопрос, ну хорошо, сейчас люди вакцинируются, например, и те, которые будут вакцинированы, ну а почему тогда им не разрешить, например, если так мы смотрим, да? То есть это же прививка как раз от коронавируса, если там все люди, которые вакцинированы, они тогда, получается, по логике не имеют возможность заболеть опять же коронавирусом, да? То есть в этом плане я думаю, что здесь еще аспекты, которые насчет зрителей не решены так окончательно, что точно будет без зрителей. Но если будет возможность провести с хоть какими-то зрителями, например, там соблюдая вот эти два метра вокруг человека, я думаю, что обязательно надо будет так и делать, поскольку, ну все-таки дать какую-то радость людям насчет вот спортивного вот такого мероприятия большого, здесь надо сделать. Поскольку если мы смотрим на КХЛ, да, то есть континентальную хоккейную лигу, там все-таки сейчас чемпионат хоккей происходит, и там зрители тоже какие-то присутствуют. – Это правда. Да, вот еще, наверное, важный аспект – это решение о выплате такого единовременного пособия каждой семье, вот на ребенка, у которых есть дети, на ребенка по 500 евро. С одной стороны, это, наверное, все парально, но есть еще и другие группы населения, которым нужно помогать. Возможно, все-таки надо сделать более гибкой систему поддержки бизнеса. Я так понимаю, что многие торговые центры стонут от этих арендных платежей, которые никто не собирается отменять, а магазины не работают. С чего им платить аренду? – Да, ну здесь это правильно, что Министерство благосостояния, которое тоже руководит Рамона Петровича, все-таки мы смогли подтвердить, что вот такие 500 евро выплатить пособия детям, которые имеют дети, тоже очень хорошее. Почему? Потому что вот тоже в социальных сетях пишут люди, вот спасибо, что вы поддержали, я сейчас смогу завершить ремонт, например, я сейчас смогу купить, например, какие-то вещи для ребенка, которые связаны с учебным процессом, например, купить новый ноутбук или что-то такое. Это не так, что все там будут сейчас эти деньги куда-то налево-направо выбрасывать. Так не будет. Эти 500 евро, которые сейчас мы утвердили, они все-таки уйдут на благие цели, которые будут связаны с семьей. Ну, может быть, там какой-то антисоциальный процент тоже есть, но давайте поймем, что мы все-таки думаем во благо всего населения, и это будет плюс. Вторая инициатива у нас сейчас – выплатить по 200 евро каждому пенсионеру и человеку с инвалидностью. Если мы смотрим, в принципе, там немножко сейчас есть дискуссии, надо ли всем пенсионерам выплачивать, потому что все-таки есть пенсионеры, которые здесь получают у нас, ну вот мы знаем эти цифры, да, 11 тысяч евро в месяц, 17 тысяч евро в месяц, такие тоже пенсионеры есть, им плюс 200 евро, но мы понимаем, что особенно ничего менять не будет. Ну вот я с вами сейчас общаюсь, и я смотрю на цифры, которые по пенсионерным группам, да, например, вот до 150 евро получают 7% пенсионеров, от 150 до 250 – 4%. Но если мы смотрим уже дальше, тогда там 250 до 350 евро уже 34%, если мы смотрим дальше, от 350 до 500 – это уже 35%, и с 500 до 700 – еще 12%. Ну дальше там идет 5, 1,9, 0,8. Я что хочу сказать, что министерство все-таки рассматривает возможность выплатить всем пенсионерам денежку в размере 200 евро до тем пенсионерам, которые получают пенсию на данный момент до 700 евро. Значит, если вот, например, пенсионер получает 1500 евро, да, плюс 200 – ну это не такая большая разница. Но если человек получает 150 евро, там, например, 200 евро, тогда он получит хотя бы тоже вот денежный размер, ну, в принципе, в двухкратном размере сейчас пенсии, да. И какая нам разница, вот на данный момент деньги просто лежат в госказне, да, или мы выплачиваем пенсионерам, или опять, например, приходит правительство AirBaltic, опять требует еще 250 евро, и им выделяют, а мы вот за пенсионеров, за людей с инвалидностью на этот очень трудный период как бы еще жмемся. Но это совершенно неправильно, мы это не поддерживаем, поскольку если деньги просто лежат, ну давайте их выплатим нашим гражданам. А кому тогда мы работаем во благо? В какой-то компании или другой компании, или третьей компании, или во благо людей? И давайте тоже посмотрим на сам принцип бизнеса. В государстве самое главное – развивать инфраструктуру. Если сегодня у нас довольно хорошо развит аэропорт, да, и там обслуживается очень много разных компаний. Луфт-Ханса, Реонайр, Туркиш Аэрлайнс, AirBaltic, EasyJet и все остальные. Тогда, когда я был министром экономики, мы тоже говорили с отраслью туризма, и они говорили, слушайте, нам все равно, кого сюда приглашать. Туриста из Финляндии, из России, из Америки, из Швеции и так далее, и они прилетать сюда будут с Аэрофлотом, с EasyJet, с Реонайром, с AirBaltic, с Луфт-Ханса и так далее. Главное, чтобы было бы вложение в инфраструктуру, и в этом случае в аэропорте, да, а какие компании прилетать будут, но, к сожалению, это не важно. И если мы вот здесь уже ставим линию между поддержкой госкомпаний, где, между прочим, мы не имеем 100%, а меньшая часть, да, или, например, пенсионеров и людей с инвалидностью и с семьями, с детьми, тогда здесь, конечно, поддержку, я думаю, что надо акцент ставить на жителей, поскольку они в любом случае, деньги, которые они получат, они вольют в экономику и даст экономике импульс. Так что в этом плане, я не думаю, что здесь должно вообще даже стоять такой вопрос или гражданам, или компаниям. Гражданам. Потому что они все денежки вольют опять в экономику, и мы будем чувствовать какой-то импульс. Но здесь это очень просто. Надо разогревать экономику, всю экономику. Да, конечно, мелкий бизнес, средний бизнес, нежели одна компания, которая получает большие средства, и потом, ну, то есть мы не знаем, что там происходит, туризм все равно не развивается на данный момент. И летать, вот, например, мне недавно один коллега летел с самолетом, где были только семь человек. Ну, что это такое? А самолет летает между тем, да? Да, совершенно верно. Это получается уже не бизнес, да? Так что я думаю, что все-таки этот вопрос важен. Еще один момент, который тоже министр экономики сейчас хотел предложить, это вот как раз то, что вы отметили, что, в принципе, и прихмахеры, и маленькие магазинчики, они все-таки имеют ежемесячные платежи по аренде. Может быть, мы могли бы рассматривать субсидию как раз платежа по аренде. Возможно, платежи по коммунальным услугам. Тогда мы как раз оставляли бы людям те деньги, которые они мы могли бы использовать на свои нужды, другие, да? И сейчас же мы смотрим на дворе зима, то есть цены, ну, то есть квартплата большая, поскольку там составляющая тоже получается отопление, да? И в этом плане, ну, здесь есть возможность этот вопрос рассматривать таким образом, что мы, как бы, здесь и тоже делаем какую-то поддержку. Да. Вот еще, наверное, важный вопрос, что касается оздоровления нашей экономики. Очевидно, что даже после снятия всех ограничений, ну, к примеру, к лету, мы понимаем, что сразу экономика не войдет в нормальный режим работы, без каких-то вливаний дополнительных не обойдется. Вот этот фонд, который называется фонд оздоровления и устойчивости экономики Европейского Союза, в рамках которого нам гарантировано уже 1,6 миллиардов евро, может быть, даже больше. Вот большую критику высказывают социальные партнеры по поводу того, как эти деньги Министерство финансов предлагает распределить. В основном, опять-таки, это пойдет не в частный бизнес, не на развитие вот того же производства, инноваций, стартапов. Вот есть ли возможность, на ваш взгляд, скорректировать вот эту работу, этот фонд? Да, в эту неделю мы во вторник как раз в моей комиссии рассматривали тот процентальный раздел, какой предлагает Министерство финансов. Никто был, не был удовлетворен таким разделом. Я вам объясню. 10% от всех денег пойдет только на трансформацию экономики. Ну, трансформация под себе тоже подразумевает то, что вы только что указали, значит, развивание стартапов, разных инноваций, поддержку бизнеса. Большая часть, примерно 30% там было указано, что пойдет на дигитализацию. А когда мы смотрим на дигитализацию, тогда почти 60% идет на дигитализацию чиновничества. Я извиняюсь, но сколько мы... Я у вас, вот, когда прихожу на передачу, я никогда не боюсь критиковать чиновничество, которое у нас очень раздуто. И в этом плане цифры, которые мы собираемся не влить в экономику, а на дигитализацию госчиновничества и сектора публичного. Ну что, но это неправильно. Это совершенно... Ну, мы можем, наоборот, снижать число чиновников, поскольку на данный момент мы все работаем, то есть, отдаленно. И в этом плане мы можем видеть, что мы много что можем сделать отдаленно, и там не надо сидеть в кабинетах. Человек лучше бы встречал чиновника через Zoom, как вот мы с вами сейчас общаемся, и получил бы свою консультацию или подал бы документы через электронную почту или так далее. То есть, вливать деньги в дигитализацию чиновничества в таком объеме совершенно нецелесообразно. Так что депутаты позиций, оппозиции, неважно, не были удовлетворены с этим раскладом. И, честно говоря, недавно тоже была передача на телевидении, где Министерство финансов, которое очень довольно презентовало свою работу, очень раскритиковали, поскольку совершенно правильно. Но здесь неправильные акценты ставлены. Но давайте поймем, если мы конкурируем с Литвой, с Эстонией, может быть, даже с Польшей и с другими странами по развиванию экономики, когда Литва, Эстония будет вкладывать деньги больше в экономику, они через 5 лет, например, когда этот фонд уже будет разделен, будут иметь намного больше возможностей, намного больше инноваций. И будет больше развит бизнес, нежели нам, и мы опять еще больше будем отставать, нежели получим какой-то импульс. Так что здесь разделение по процентам еще надо будет пересмотреть. Это неправильный сейчас раздел, поскольку мы не видим акцент на экономику, на как бы развивание экономики. И вы совершенно верно, правильно говорите, социальные партнеры тоже не подтверждают, что они присутствовали в полном объеме при раскладе вот этих процентуальных таблиц. То есть здесь есть очень-очень большое недовольство, и в этом случае я должен сказать, что совершенно верно. Да, касаемо, не могу не спросить, вот вашей партии, которая вот в стадии такого, я так понимаю, преобразования, процелуется в Латвию, за человечную Латвию, вместо КПВ, ОВ. Много было новостей по поводу регистрации, перерегистрации, группы оппонентов внутри вашей партии. Можно ли сказать, что все эти юридические нюансы сейчас уже решены, вы можете уже нормально работать? Ну, знаете, многие партии переходят через разные стадии. То есть есть выборы, партия получает мандат, работает в СЭМе, в муниципалитетах, в правительстве. Может быть, есть потом какие-то не особенно хорошие моменты, как, например, вот у нас с Ригой было. Я тоже вот критику принимаю, да, то есть если мы не попали в Рижскую Думу, нам надо сделать свои как бы... Выводы, да? Выводы, совершенно верно, да. И пройти через этот период, поскольку партия состоит из многих членов, которые имеют тоже свой интерес, например, в развивании экономики, финансов, культуры, спорта и так далее, которые все-таки работают, предлагают свои мысли, идут вперед. И в этом случае, ну, все-таки надо сделать выводы, во-первых. Но я хочу сказать, что, конечно, на данный момент группа какая-то, которая откололась, ну, маленькая группа, да, это нормально. Через такие процессы переходят абсолютно все партии. Ну, единственное, что мы, наверное, делаем, ну, я не знаю, правильно или неправильно, но мы это все как бы показываем публично. Ну, с другой стороны, как бы тогда люди видят, что вот здесь очень открытый момент. Если мы смотрим на другие такие скрытые, очень жестко, плотно скрытые партии, тогда они, конечно, не говорят, что там у них тоже такие же самые процессы происходят, но где-то мы видим, что их лидеры тоже, например, уходят и говорят, что мы с этой партией уже работать не будем. То есть я хочу как бы подвести итог, и в этом плане очень важно, что мы идем через какие-то процессы, показываем, то есть результаты, и самое главное, работаем, чтобы нашим жителям сделать что-то во благо, и потом уже мы сможем на следующие выборы написать список тех работ, которые мы сделали, и это мы можем сделать только через организацию, которая называется партия, никак по-другому, потому что политические процессы могут, при политических процессах присутствует, могут только партии, но такой у нас процесс демократии. То есть я хочу сказать, что, конечно, прошли мы через воду, огонь в воду и медные трубы, но в любом случае перемены произошли уже, и сейчас мы будем уже продолжать работу. Да, вот вы упомянули Рижскую думу, у вас есть возможность сейчас понаблюдать, так же, как у всех рижан, за работой и Новой Рижской думы, более 100 дней уже прошло. Вот как вы оцениваете работу столичного самоправления? Я помню, что вы высказывали свое мнение о таком неоднозначном эксперименте столичной думы, вот этой велодорожки на улице Чака. Да, но улица Чака, велодорожка, на зимний период... Я целых двух велосипедистов встречал там, да, кстати говоря. Да, но поймите, люди едут в центр, едут из центра в микрорайоны, все время стоят в этих очередях, но велодорожку делать на зиму, где там может быть 4-5 велосипедистов за весь день, может быть, едут, и сейчас минус 15 градусов, ну, я не думаю, что это совершенно был правильный ход. Конечно, я не хочу особенно критиковать Думу, наоборот, в моих интересах, чтобы Дума как бы работала хорошо, и чтобы мы чувствовали там какой-то, ну, такой импульс в плане развития, да, но на данный момент сто дней прошло, мы такого ничего особенно, может быть, не видим, да, такого очень такого яркого, да. Ну, значит, сам Статис, как мэр, он сотрудничает, мы с ним тоже как бы иногда созваниваемся под таким вопросом, который связан с экономикой, развитие экономики. Я думаю, что это хороший момент, но улица Чака, я ее критиковал и буду критиковать, поскольку я думаю, что это неправильный момент, когда это делать, неправильная улица, да. Мы это могли сделать на других улицах, там, на Тербо, то есть, да, все равно где, то есть, но Чака улица, где есть общественный транспорт, это артерия, которая идет в Курции, амсплявный, и потом в центр назад, и так далее, это неправильный шаг, я думаю, что здесь как бы получилась осечка. Да. Что касается еще вот работы, наверное, вашей комиссии по народному хозяйству, которую вы изглавляете, на ваш взгляд, есть ли у вас, может быть, у депутатов, естественно, входящих, наверное, в первую очередь, правящую коалицию, о том, как все-таки вот после пандемии будет развиваться экономика. Ну, мы знаем, что у нас сейчас финансовый сектор после капитального ремонта, как говорил господин Каин, сейчас уже фактически у нас нет больше ни резидентского банковского бизнеса. Последние данные по транзиту показали, что падение, к сожалению, очень сильная грузопотока и перевалки не только угля, и по железной дороге, в портах очень велико вот это вот падение. Что дальше? Где у нас будут точки роста, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, если так мы рассмотрим на те секторы, где мы можем развиваться, и где мы видим сейчас даже развитие, даже во время пандемии, тогда это, конечно, наш ИКТ-сектор, то есть технологический сектор. Многие даже не знают, что у нас есть много разных средних предприятий, которые занимаются производством, экспортом. Мы даже здесь, в Латвии, делаем автомобиль, как оказывается. Но это, конечно, 99% экспортируем. Но это автомобили, которые чистят дороги, ну, с такими, как бы, крутящими элементами, да. И мы их экспортируем. Так что в этом случае у нас даже такое производство есть. У нас есть очень хорошее производство с высокой добавленной стоимостью в переработке древесины, да. То есть уже мы ресурс как таковой уже не экспортируем, а экспортируем уже такие, как бы, ну, продукты с высокой добавленной стоимостью. Ну, конечно, вы совершенно тоже правильно отметили, что в этом плане транзит падает. Ну, здесь, конечно, я не хочу, как бы, влезать в работу министра транспорта, да. Но в любом случае на этот вопрос надо будет смотреть особенно, что делать, да. Поскольку российские порты тоже развиваются, и, конечно, у них есть интерес не использовать наши порты, потому что здесь тогда комиссию надо платить латвийскому государству, нежели его, как бы, оставить в своей стране. Ну, да, конечно, уголь тоже может быть и становится меньше, но давайте поймем, что в плане климатной, изменений климата уголь каждый год будет падать. Это мы видим каждый год, и в расти, то есть перегрузке угля, в принципе, не очень правильно на это делать акцент. Значит, ну, конечно, если мы, опять же, возвращаемся к фонду, и мы будем деньги больше вливать в трансформацию экономики, и мы уже цифры видим, где у нас плохо и где хорошо, тогда мы, конечно, можем уже ждать какие-то результаты. Но если такого процесса не будет происходить, тогда, к сожалению, мы будем там, где мы на данный момент есть. Конечно, я с вами полностью согласен, что капитальный ремонт финансовой системы, мы уже не то что что-то сремонтировали, но переремонтировались, поскольку в то время я очень хорошо помню, когда мы говорили о том, что надо там не попасть в эту серую зону, единственный, который говорил, подождите, ну, давайте не перерегулировать этот ведь вопрос, это тоже стоит в протоколах, это был министр того времени, министр экономики. Неужели вы? Да, я об этом говорил, поскольку все-таки все ставили акцент на эту темную зону, как там делать, но поймите, я же тоже работал с предпринимателями, которые говорили, извините, но нам сейчас уже закрывают счета, не разрешают их открыть в других банках, мы едем открывать счета в Германии, Чехии, Польше, даже в Литве, и там все происходит, но тогда наше законодательство перерегулировано, поскольку все-таки мы должны деньги сюда вливать, да, конечно, не идет речь о каких-то коррупционерных деньгах, финансировании терроризма, и отмывании денег, это все, конечно, мы понимаем, это все очень важно, чтобы такие деньги мы здесь не видели, поскольку за этими деньгами всегда тоже тянется и криминал, и они все равно будут блокированы, и все равно они будут отбираться у тех, которые там их нечисто получили, но не о том речь, но здесь совершенно нормальные компании, которые работают 15 лет с теми же самыми партнерами в России, Беларуси, Украины и так далее, и с другой стороны, то есть третьими странами, как, например, Бразилия, Аргентина и так далее, ничего не меняется, структура то же самое, но счет закрывает. Ну вот, конечно, в этом плане я хочу критиковать тот процесс, который произошел, ну, в плане перерегулировации, но в любом случае, конечно, из темной зоны и соблюдать все IML требования, нам, конечно, надо, и в этом плане, ну, это как бы такой очень нюансированный вопрос. Но если мы не настолько много смотрим на сектор финансов, осмотрим на сектор производства, тогда, конечно, здесь тоже у нас есть возможности развить сектор производства, например, в плане строительства, строительство, которое происходило бы на материалах, которые мы можем произвести здесь, в Латвии, и я раньше очень хорошо, тесно сотрудничал с Ригой, с техническим университетом, который как раз делает как бы такие, ну, по этой... Исследования, да. Да, извините, исследования, исследования, которые вот по материалам, по очень хорошей теплоизоляции, по прочности, опять же, с высокой добавленной стоимостью, здесь сектор строительства по материалам мы могли тоже бы развивать, нежели, опять же, покупать из Польши, из других стран, ну, то есть, заниматься больше импортом. То есть, если мы снижаем импорт и развиваем свое производство, мы больше имеем деньги в экономике. Это совершенно логично. Да, то есть, значит, есть какие-то разработки, которые мы смотрим, но я хочу еще один такой очень важный момент сказать, что, в принципе, в комиссии у нас, поскольку есть и депутаты коалиции, и депутаты оппозиции, мы все-таки в комиссии, у нас не настолько политическая комиссия, как, например, там, насчет по культуре, например, или там еще где-то, да? Все-таки у вас больше с экономикой связано, да? Мы больше связаны с экономикой, мы между собой хорошо общаемся, тоже вот есть, что очень много законопроектов, которые подтверждаются единогласно, да, то есть и оппозиция, и позиция. Здесь мы должны ставить цель не позиция оппозиции, в первую очередь, а цель развития экономики. И вот такое мнение у меня всегда было, и потому мы вот на то и ставим акцент, и у нас хорошо получается. Сейчас мы, да, будем критиковать вот фонд разделения денег, будем требовать больше денег на развитие экономики, и, честно говоря, социальные партнеры тоже самое говорят, значит, мы имеем поддержку в социальных партнерах. Ну, здесь работы много, но в любом случае мне нравится то, что в комиссии мы можем уже очень рационально рассматривать те вопросы, которые нужны для экономики, нежели как-то разделять себя по партии. Может быть, тогда последний вопрос, что касается ОИК, как вы дальше прогнозируете вот этот вопрос? Уйдет ли он в историю? Да, значит, я тоже этот законопроект, мы начали в комиссии рассматривать уже все предложения на второе чтение, то есть я говорю еще раз, история уже такая, что первое чтение прошло, всего три чтения, да, но, значит, в то время, когда надо было в законопроект сдать комиссии, проголосовали больше, чем 80, наверное, депутатов, на первое чтение уже только 56 или что-то около 60, да, то есть поддержка, к сожалению, падает, но процесс мы все равно пойдем вперед и будем идти до конца, в любом случае. Есть там тоже очень такие хорошие, как бы, такие поправки, которые предлагаются, там, предложения в законе, да, тоже можем рассмотреть и так далее, поскольку здесь, к сожалению, один самый главный аспект, который надо брать во внимание, то, что при станциях, которые производят не только электроэнергию, например, ветра и солнца, но биогаз, биомасса, там производится тоже тепло, чтобы, например, в городах, где такие станции работают, чтобы никак не взвышался тариф на тепло, если отбирается ОИК. Но это самое главное, самое трудное в решении этой проблемы, поскольку такая ситуация, к сожалению, эти кросс-субсидии существуют, и 10, 15, 20 лет никто этим не занимался, вот сейчас мы этим занимаемся, пытаемся решить вопрос, чтобы сбалансировать ликвидацию ОИК и не взвысить тарифы на тепло. Ясно, ну что ж, надеемся, что вам удастся будет в этом деле сопутствовать удача. Ральд Немиров у нас был на прямой связи, бывший министр экономики, ныне председатель комиссии Сейма по народному хозяйству. Большое спасибо. Да, большое спасибо вам. Удачи. Удачи. Вы слушаете...